Трамвайное депо Трамвайное депо Центр сегодня ответы на вопросы Запись этого выпуска происходит 31 октября 2024 года Начнем с новостями, касающиеся группы Центр Что происходит, какие были релизы И все, что связано с группой за последние несколько недель В сентябре этого года вышел мой новый сольный альбом Под названием «Пающие подкасты» Альбом состоялся как цифровой релиз на основных музыкальных порталах И все, кому интересно, могут послушать этот альбом На любом основном, главном, скажем так, цифровом портале Который вам нравится Может быть, на каком-то портале вы подписаны А если вы не пользуетесь подписками на платные цифровые порталы То, если я не ошибаюсь, на крупнейшем портале стриминга Спотифай До сих пор можно получить бесплатный аккаунт Несколько композиций из этого альбома «Пающие подкасты» Представлены как видео, видеоклипы Музыка с видеорядом, с концептуальным видеорядом На официальном канале группы Центр в Ютубе Канал называется «Центромания» Видеоряд есть для треков «Вип-ощущения», «Как не попасться на удочку», «Ведущие подкаста», «Новая Зеландия» и «Вакансия» Кому интересно, это можно посмотреть Повторюсь, на официальном канале группы Центр в Ютубе Канал называется «Центромания» После выхода альбома «Василий Шумов. Поющие подкасты» Появилось несколько обзоров и рецензий И я обратил внимание, что в одном обзоре Стиль этого моего нового альбома Был обозначен как «ранняя электроника» То есть по названию одного из альбомов группы Центр О которых мы делали подкаст не так давно Это альбомы «Однокомнатная квартира» В 83-м году, «Чтение в транспорте» В 84-м году, они выходили на одном компакт-диске В серии переизданий магнитофонных альбомов группы Центр На лейбле «Союз Мюзик» Компакт-диск выходил в конце нулевых годов И этот компакт-диск назывался «Ранняя электроника» Еще из новостей последних недель Поделюсь вот такой новостью Что если кто обращал внимание, что помимо музыки Я еще делаю всякие авангардные фильмы Экспериментальное видео Делаю художественные произведения в виде картин и инсталляций Так вот, в этом плане вышел на канадской фирме «Голд Нинджа Видео» Блю-рей-дивиди С фильмом «Ревенж оф зе дед» Это отреставрированная или потерянная копия была Фильма Эда Вуда 59-го года И как специальное дополнение к этому релизу На этом Блю-рей-дивиди Представлен весь сериал Который я начинал еще в 2005 году в Лос-Анджелесе Который называется «Темный угол Келтона» Или по-английски он звучит «Келтонс Дарк Корнер» С 2005 года мы сделали пять серий Которые начинались как фильм-нуар В главной роли снимался актер Пол Марка Который играл в фильмах Эда Вуда В такой трилогии Эда Вуда «План 9 from out of space» «Night of the gold» «And bride of the monster» Пол Марка там играл в роли трусливого Келтона Полицейского Келтона Который все время ныл и всего боялся И весь этот наш сериал «Темный угол Келтон» Теперь существует на носителе На этом Блю-рей-дивиди Кто интересуется, этот Блю-рей-дивиди По-моему, еще можно заказать Хотя фирма Golden Ninja Video Выпускает ограниченные тиражи Этих винтажных отреставрированных фильмов По-моему, 900 копий Или что-то типа того Значит, вы можете посмотреть на сайте Этого производителя Блю-рей-дивиди Который находится, как я понимаю, в городе Торонто Канада, goldninjavideo.com В последние лет 10, наверное, я делал время от времени Презентации в Москве этого сериала «Темный угол Келтона» Может быть, кто-то из слушателей и бывал на этих презентациях Теперь поговорим немножко о самом этом подкасте Который вы сейчас слушаете Подкаст «Трамвайное депо» Все о группе «Центр» Подкаст был запущен, можно так сказать, в производство Летом 2023 года Чуть больше года назад И идея подкаста была познакомить любителей группы «Центр» И творчества Василия Шумова С подробностями о альбомах группы «Центр» и Василия Шумова Как что было записано А также познакомить лично с участниками тех записей То есть участников группы «Центр» разных формаций Начиная с лета 2003 года Было создано более 45 различных выпусков Подкаста «Трамвайное депо» С рассказами о том, как был записан тот или иной альбом группы «Центр» и Василия Шумова В подкастах принимали участие музыканты группы «Центр» разных составов Современники группы «Центр» Свидетели событий, связанных с группой «Центр» Начиная с 1980 года Много альбомов получили свои выпуски подкаста И в ближайшем будущем ожидаются подкасты Об альбомах группы «Центр» «Признаки жизни» Ольбоме «Стердесы летних линий» 1983 года Об альбоме «Запись в трамвайном депо» Именем которого назван этот подкаст О записи альбома «Детяти» 1987 года Так что задача минимум этого подкаста Как она прояснилась уже по ходу записи выпусков Состоит в том, чтобы сделать по возможности Обзоры, рассказы и выпуски обо всех альбомах «Центр» и «Василия Шумова» Которые можно назвать номерными Которые выходили или как магитофонные альбомы Или как компакт-диски Или даже как альбомы, которые уже выпускались только в интернете Ну и последние альбомы, которые уже выходили Как на стриминговых платформах Типа Spotify, Apple Music и других Основной составляющей всех этих выпусков подкаста Является то, что слушатели подкаста И поклонники группы «Центр» Или все, кому интересно творчество группы «Центр» И «Василия Шумова» Или просто кто проявляет какое-то любопытство Присылают в подкаст свои вопросы На основе которых составляются выпуски Обычно для хорошего полноценного выпуска Нужно 15-20 хорошо сформулированных вопросов По той или иной теме Так что в обозримом будущем Мы продолжим выпуски подкаста О альбомах группы «Центр» И «Василия Шумова» Так что будем рады вопросам О этим альбомам И особенно рады Хорошо сформулированным вопросам На которые можно дать Развернутый и специальный Специфический ответ Также мы будем продолжать Приглашать для участия В будущих выпусках подкаста Всех тех, кто имел отношение К группе «Центр» К записи альбомов Участию в группе «Центр» Имел отношение к каким-то мероприятиям Событиям, связанных с группой «Центр» А сейчас переходим к ответам на вопросы Вопросы были присланы Или на почту подкаста В tramdepotsobaka.gmail.com Или они размещались в социальных сетях группы «Центр» Вопрос Здравствуйте, спасибо за подкаст В одном из выпусков вы рассказывали о том Что в Париже была сделана запись При участии вас и группы Рита Митсука Французской группы Я видел совместные фото А есть ли совместные треки Которые можно послушать И где их можно услышать Ответ Да, есть одна запись Которая называется «Я живу с шизоидом» Которая была записана в конце 89-го года В парижской студии «Фербер» И в которой принимали участие я Группа Рита Митсука Это муж с женой Фред и Кэтрин И все это организовал продюсер Максим Шмидт Продюсер Максим Шмидт Сделал альбом «Центр сделан в Париже» Который мы записывали с ним В 88-м году при участии Французских студийных музыкантов В Париже И когда был успешный релиз этого альбома В 89-м году И успешной гастроли группы «Центр» Весной 89-го года Во Франции и в Бельгии Максима Шмидта была идея Попробовать записать что-то еще Может быть с прицелом на будущее И в конце 89-го года я приехал в Париж И в той же студии «Фербер», где был записан альбом «Сделан в Париже» Мы записали несколько треков И вот один трек, который называется «Я живу с шизоидом» Это моя песня, которая изначально была на альбоме «Центра» От звонка до звонка И мы встретились в студии «Фербер» С Кэтрин и Фредом И Максим Шмидт вот предложил записать одну из моих песен «Я живу с шизоидом», чтобы Кэтрин подпевала А Фред немножко там поиграл соло на гитаре Он принес, у него была такая шестиструнная электрогитара «Риккенбейкер», вот которая была у Джона Леннона Вот типа такого, когда Джон Леннон был в Битлз И была сделана запись при участии студийных музыкантов Которых также пригласил на эту запись Максим Шмидт Получилось, что Кэтрин, она там не то что поет Она скорее подбывает таким истеричным голосом Вот, наверное, у Максима Шмидта была идея Что вот голос женского шизоида Кто не знает о группе Рита Митсука У них вообще-то полное название «Лес» Рита Митсука То я очень советую познакомиться с творчеством этой группы Это группа из двух человек И в начале 80-х годов она была, наверное, самой известной Самой популярной группой во Франции точно У них есть трек, который называется «Марша Белла» Эта песня была реальным хитом И до сих пор она очень популярна и известна Так что вот если хотите познакомиться с группой Рита Митсука Слушайте «Марша Белла» Есть видео, есть записи А также хочу сказать, что у «Центра» много пересечений Вот по стилю с группой Рита Митсука Потому что это, опять же, не «Вейв», альтернативный рок Какая-то тоже такой нео-ретро И многие какие-то стилистические подходы, на мой взгляд, пересекаются Что у группы «Центр», что у группы «Лес» Рита Митсука А где можно послушать эту запись, которая была сделана в студии «Фербер» в 89-м году То она есть в Саундклауде, в моем профайле Который можно найти как soundcloud.com.shumov Вопрос Расскажите, пожалуйста, какие репетиционные базы в Москве были у «Центра» в 80-е годы? Известна ваша история с клубом «Трамвайного депо» И, кажется, вы репетировали в ДК Курчатского института Были ли еще какие-либо у вас репетиционные базы в то время? Ответ Первой репетиционной базой группы «Центр» Даже еще тогда это была группа «Трисемерки» Это является клуб трамвайного депо на Калитниковской улице Интересно, что рядом с этим клубом и с трамвайным депо В то время находился одиозный птичий рынок Там что только не продавалось Начинают каких-то птичек, котят, щенков И туда ездили рыбаки с мотылем и каким-то опарышем И для корма, и за снастями для рыбалки Рядом теперь с этим клубом я проезжал по Третьему кольцу Значит, вот проложили это Третье кольцо Всякие дорожные развязки Но сам клуб уцелел Его, по-моему, хотят как-то реконструировать Или уже перестроили Но он сохранился Значит, дом культуры, институт имени Курчатова Он находится на улице Рогова Ближайшая станция метро Тогда была Щукинская Надо было от Щукинской проехать На автобусе несколько остановок И он, по-моему, тоже до сих пор сохранился Чуть ли не в первозданном виде Дом культуры Яуза Это дом культуры какого-то завода С которым делал, если я не ошибаюсь, авиационные двигатели Клуб находился на улице Касаткина Рядом с улицей Бориса Галушкина Туда можно было добраться на трамвае Или от метро Преображенская Или от метро ВДНХ И, по-моему, этого клуба уже больше нет Там теперь какое-то учреждение Или институт, или какая-то академия Также у центра была база В районе метро Семеновская В Москве Если идти от метро Семеновской Вот туда, в сторону Кирпичной улицы И там, на Измайловском шоссе Есть такая советская высотка Светлого цвета Которая в то время была вычислительным центром ЦСУ Центрального статистического управления СССР У этого здания, если с него заходить То с правой стороны, сразу же, когда входишь Есть вход в концертный зал Или, как называется, актовый зал В этом актовом зале сбоку есть комната для артистов Вот там центр хранил лаборатору А репетировали мы на сцене этого концертного Или актового зала Этого вычислительного центра Выносили, значит, барабаны Усилители на сцену И там репетировали Из-за того, что это было такое советское учреждение С пропускной системой То мы там репетировали В основном в субботу и воскресенье То есть, когда там не было сотрудников И это место мне запомнилось тем Что там был такой злобный дедушка В Охровис, который нам открывал дверь И нас туда запускал Такой ему лет, наверное, было уже за 70 И к нам он относился очень отрицательно Мы ему не нравились Своим внешним видом И еще более своей музыкой Которую мы играли Потому что он сидит там на вахте Все это слышал И он нередко говорил Вас надо всех отправить на лампочку И в конце концов мы им поинтересовались А что значит отправить на лампочку И вот как он нам объяснил Что на ртутных урановых рудниках Во времена ГУЛАГа И как я понял, он там был охранником В этом ГУЛАГе, где вот были эти урановые рудники Заключенные, которые копали там эту урановую руду И были там настолько ужасные условия Что и там какая-то радиация была Что вот если взять обычную электрическую лампочку И как-то ее так вот поднять вверх То лампочка светилась Начинала светиться от радиации И вот он желал, чтобы всех нас отправили Вот на эту лампочку То есть в ГУЛАГ На эти на урановые рудники Вот такой был вахтер На нашей базе В вычислительном центре Главного социалистического управления На Семеновской И кстати говоря, за эту базу нам приходилось тоже играть Как вот выражаются оброчные концерты И один раз мы играли в самом главном здании этого ЦСУ Который имеет историческое значение Потому что это здание создано по проекту Знаменитого архитектора Корбюзье Если туда вовнутрь попасть То там лифты Такие как бы вот Которые ездят по кругу Да, в лифтах нет дверей То есть лифт движется постоянно И в лифт надо заходить и выходить Вот когда он поравняется с вашим этажом А вот сам концертный зал Который где-то находится наверху этого здания Он тоже уникальный Там нет стульев Там просто есть такие ступеньки На которых расставлено кресло Ну ступени такие Которые идут вверх от сцены И вот Центр там выступал со своей программой Был довольно успешный концерт А если вы интересуетесь Вот архитектурой модерна Начало 20 века И вот этот знаменитейший Наверное самый известный Архитектор 20 века Корбюзье Вот его проект Этого здания Я не знаю как теперь это называется Наверное тоже с какой-то там статистикой Потому что все это как бы Унаследовано от СССР Но здание уникальное Кстати говоря уже во время перестройки По-моему году 86 Центр принимал участие в съемках Какой-то телепередачи Которая снималась вот в этом здании Корбюзье Вот где Центр играл оброчный концерт Потому что мы репетировали В очевидном центре этого ЦСУ Я его не видел Этот сюжет, видео Я не знаю есть он в Ютубе или нет Так что если у кого-то есть информация Пожалуйста присылайте ссылки А это здание Корбюзье Оно находится на улице Мясницкая В СССР это называлось Улица Кирова И вот та часть улицы Которая находится ближе к Садовому кольцу Вопрос Который уже Звучал в предыдущих Выпусках Вот этой рубрики Ответы на вопросы Центр сегодня Вопрос с просьбой Сделать подкаст О Евгении Головине Ответ Ответ будет примерно тем же Что я и давал в предыдущих выпусках Ответы на вопросы Чтобы сделать выпуск подкаста Так же Я не являюсь биографом Евгения Головина Я не являюсь исследователем жизни и творчества Евгения Головина Я могу рассказать о том Как мы сотрудничали с Евгением Головиным В плане группы Центр Какие песни Евгения Головина Мы исполняли Или фрагменты из песен Какие у нас происходили встречи Дискуссии По этому поводу В предыдущих выпусках подкаста Где мы рассказывали О разных альбомах группы Центр Я частично рассказывал О той или одной песне Евгения Головина Или фрагменты стихов Евгения Головина Которые мы использовали Так что если вам интересно Как происходило сотрудничество И вот совместное творчество В группы Центр С Евгением Головиным Пожалуйста присылайте Хорошо сформулированные вопросы Некоторые вопросы Уже поступили За последние несколько месяцев Но их недостаточно Для отдельного Полноценного выпуска подкаста Так что если вам интересно Присылайте вопросы И мы сделаем выпуск О Евгении Головине И о его сотрудничестве С группой Центр И с Василием Шумовым В то же самое время Вот я смотрю По каким-то заявкам Намекам На тему Евгения Головина Многих интересует Его биография Как он жил Где он жил С кем он жил На что он жил Какие-то бытовые его ситуации Я могу порекомендовать Одну публикацию По-моему это даже целая книжка Выходила в 2015 году Книга называется «Где нет параллелей и нет плюсов» Памяти Евгения Головина Это группа авторов Опубликовала Свои воспоминания О Евгении Головине Это выходило в 2015 году Значит И в этой книге Ну помимо Вот этой всей Метафизики Алхимии Переводов поэтов Прошлых веков Воспоминаний людей О общении с Головиным Там есть Одна глава Которая посвящена Его биографии Откуда он произрос Как он жил О его детстве Ну и так далее Вот Так что еще раз Эта книга называется «Где нет параллелей и нет плюсов» Памяти Евгения Головина Она есть в интернете Ее можно спокойно Свободно скачать И там масса Вот биографической информации И всякой такой Житейской Если можно так сказать Информации О Евгении Головине Я вам это рекомендую Вопрос Альбом Короли поэзии В трансе Это мой сольный альбом Записанный В Лос-Анджелесе И он состоит Из Такого Асемблиджа Или коллажа Из техно-музыки 90-х годов На тексты Советских Поэтов Который я сделал На основе сборника День поэзии Который я купил В одном русском Книжном магазине В Лос-Анджелесе Так вопрос Вот в чем состоит Как вы решали Вопрос Авторских прав На использование Музыкальных треков На этом альбоме Ответ Этот альбом Получился Как такой эксперимент И вообще Вот попытка Реализовать идею Что когда я Как автор Не сочинил Никакой музыки И не сочинил Никаких слов Для этой музыки И попытка Сделать Такой Анссемблит Такой как бы Аудиоинсталляции Уже Существующей Музыки И текстов Такой Редимейд Что и было сделано Никаких Авторских прав Соответственно Я ни у кого Не спрашивал Я просто Это сделал Записал Оформил В этот альбом И Выложил В интернет Тогда вот Уже в конце 90-х годов Были Возможности Первые Тогда уже В 99-м году Появился Сайт Центромания Вот Поэтому Некоторые Работы Современного Искусства Не Могут Как-то Быть Решены Или Дозволены Какими-то Правообладателями Художники Просто делают Что-то А потом Это уже Как бы Становится Достоянием Общества Происходит Какие-то Реакции И Потом Если нужно Начинается Вот эта Тугомотина С этими Авторскими Правами То же самое Кстати говоря С альбомом Центра Любимые Любимые Песни Где мы Переделали Советские Шлягеры Шлягеры Советские Эстрады 60-х 70-х Годов На свой Цвет И вкус То есть Мы Переделали Музыку Тексты Практически Остались Без изменения Но музыку И исполнение Мы Переделали До Неузнаваемости Вот А из-за Того Что это Музыка Советских Композиторов Членов Союза Композиторов Которые Уже Многие Давно Умерли Но У них Остались Какие-то Три Бывшие Жены Там Пять Внуков И так Далее Что Это Все Висит В воздухе И Это На данный Момент Неиздаваемо То есть Существует Как Что-то В интернете Вопрос Василий Скажите А барабанщика Эдварда Беккета Зовут Действительно Так Ответ Эдвард Беккет Это Сценический Псевдоним Вопрос Хотелось Бы Послушать Отдельный Выпуск Подкаста Про Музыкальный Ринг С участием Группы Центр Ответ Присылайте Хорошо Сформулированные Вопросы Которые Вас Интересуют Наберется 15-20 Вопросов И Мы Сделаем Выпуск Об участии Группы Центр В программе Музыкальный Ринг А сейчас Небольшая Пауза Для Саморекламы После которой Мы Продолжим Ответы На Ваши Вопрос Начинаю Отсчет Раз Слушайте И подписывайтесь На подкаст Про Мэн Это Все Друппе Центр Продолжаем Отсчет Два Слушайте И подписывайтесь На подкаст Про Мэн Это Все Друппе Центр Завершаем Отсчет Три Слушайте И подписывайтесь на подкаст Трамвайное депо Все о группе Центр Трамвайное депо Все о группе Центр Это была самореклама Подкаста Трамвайное депо Все о группе Центр Продолжаем ответы На ваши присланные вопросы Вопрос В композиции Я все умею Из альбома Группа Центр Тяга к Технике Из какого фильм Нуара Создан видеоряд Этот видеоклип Не так давно появился на канале Центромане Ответ Я время от времени делаю Видеоряд для той или дной Песни Видеоряд в виде такого ассемблиджа Монтажа, коллажа И с какого-нибудь существующего Старого фильма Ну вот, в частности, из фильмов В стиле фильм Нуар Этот стиль такого ассемблиджа Широко практиковался Экспериментальными художниками И кинематографистами Тогда еще не было слова Видеомейкеров Потому что не было видео еще Все снималось на пленку На кинокамеру Это широко использовалось Вот, после войны В частности, в Америке Был ряд экспериментаторов Которые занимались таким ассемблиджем Мне очень нравится Брюс Коннор Я, кстати говоря, рекомендую Посмотреть работы Брюса Коннора В стиле такого ассемблиджа Вот И что касается моих видеорядов Такого ассемблиджа То Вот в данный момент Я не буду рассказывать Из какого это фильма Что это за фильм Нуар Вот используется Как исходник Для видеорядокомпозиции Я все умею Я думаю, когда их наберется Какое-то количество Вот такого рода Моих ассемблиджей Я сделаю отдельный подкаст Вот на тему Видео и кино ассемблидж Авангард Киноавангард Экспериментальное кино и фильмы В понимании Василия Шумова Так что следите За нашими выпусками Или присылайте вопрос Я не перестаю напоминать О том, что Подкаст «Трамвайное депо» И все выпуски Этого подкаста Основаны на вопросах Которые присылают Поклонники группы «Центр» И всем, кому интересно Творчество группы «Центр» И Василия Шумова Разных лет В разных его проявлениях Также можно будет сделать Отдельный выпуск подкаста Если будет интерес у слушателей Они пришлют вопросы На тему о Опытах группы «Центр» В 80-е годы Участие в киносъемках В частности В фильме «Время отдыха» От субботы до понедельника В создании Саундтрека к мультфильму Королевский бутерброд Выпущенную Киностудией «Союз мультфильм» В 1985 году А также участие Группы «Центр» В театральной постановке Режиссер Анатолия Эфроса Во время Декабрьских вечеров В помещении Пушкинского музея В Москве Так что если интерес есть Присылайте вопросы Мы обязательно сделаем Такой выпуск подкаста Вопрос Здравствуйте, Василий Расскажите о работе С Петром Мамоновым Как вы записывали Альбом «Звуки му» Простые вещи Как записывали Русские поют Как проходили Совместные ваши С Петром выступления Ответ Ну этот вопрос Чем-то напоминает Вопрос О просьбе Сделать подкаст О Евгении Головине Только теперь Значит Просьба сделать Подкаст О Нашем Совместном творчестве С Петром Мамоновым Та же самая ситуация Я повторюсь Я не являюсь Биографом Петра Мамонова Я не являюсь Журналистом Исследователем Жизни И Творчества Петра Мамонова С другой стороны Я готов И с удовольствием Отвечу На вопросы На хорошо Сформулированные Вопросы Вот по альбому «Звуки му» Простые вещи Как мы его записывали Как мы записывали В Лос-Анджелесе Альбом «Русские поют» С Мамоновым И какие у нас были Совместные концерты И концерты Сольные Василий Шумов С Петром Мамоновым И концерты С группами Как группа «Центр» И группа «Звуки му» Играла в одних концертах Иначе Иначе Ответ будет звучать так Вопрос А как вы записывали альбом «Звуки му» Простые вещи Ответ Ночью В студии Когда кроме меня И Петра Никого не было Петр Становился перед микрофоном Я сидел за пультом С многоканальным магнитофоном И нажимал На кнопочку Рекорд То есть такая красная кнопочка Далее Как вы записывали альбом «Русские поют»? Так же Мамонов вставал перед микрофоном А я нажимал на красную кнопку На магнитофоне И происходила запись А как вы совместно выступали с Петром Мамоновым? Ответ Допустим Мы приезжали в город Ленинград В ДК Ленсовета В первом отделении выступал я Василий Шумов С программой Библиотека приключений А во втором отделении Выступал Петр Мамонов С программой Мамонов и Алексей Вот ответы Если не поступает никаких вопросов То есть ответы будут примерно в таком ключе Вы этого хотите? То я тогда вот ответил на эти вопросы Так что Потрудитесь пожалуйста Подумайте Что вас интересует Посмотрите На альбомы «Звуки му» «Простые вещи» На альбом «Русские поют» Что там на обложке Какая там есть информация Тем более Альбом «Звуки му» «Простые вещи» Приздавался не так давно на виниле Там есть информация Я туда дал даже свои вот эти Записи Когда я делал пометки себе в студии Что на каком канале записано И так далее Ну соберитесь Сфокусируйтесь И присылайте 10-15 вопросов Чтобы получился Содержательный подкаст На ту или иную тему Также Если вы интересуетесь Вот записью Звуков му С Брайном Ина Вот То недавно В интернете В ютубе Появилось видео Которое Которое Называется «Звуки му» И Брайан Ина Запись в студии ГДРЗ Москва 1988 Это Запись видео Которую я раньше сам не видел Я на ней там тоже промелькнул пару раз Потому что я присутствовал Несколько дней На записи Вот этого альбома Который потом Спродюсировал Брайан Ина В Москве В ГДРЗ Который находится Ну тогда это называлось Улица Качалова Терета Малая Никитская Рекомендую посмотреть Это видео Всем Любителям Группы Звуки му Поклонникам Петра Мамонова А также Кто интересуется Творчеством Брайана Ина Это один из На мой взгляд Величайших Музыкантов В рок Музыке Все что связано С рок Музыкой Второй Плейн 20 века Он Величайший На мой взгляд Продюсер И что его Отличает От многих Других Музыкантов И продюсеров Он Мыслитель У него Масса Идей О которых Он рассказывает И которые Он реализует В своей работе Вопрос Расскажите Пожалуйста О записи Альбома Ваших Песен В исполнении Жанны Гузаровой Которая Называется 90 90 93 Года Выпуска Как Изменялись Тексты В некоторых Песнях Ответ Альбом Жанны Гузаровой 1990 Был записан Ну скажем так По горячим следам Моего сольного Альбома Тектоника Или как он Изначально Назывался Тектоникак Который Был записан В моей Домашней студии В Лос-Анджелесе Жанна Гузарова Тогда Приехала В Лос-Анджелес Мы с ней Встретились Поговорили Я ее узнал еще По Москве Довольно неплохо Вот по тем Первым концертам Группы Браво И оказалось Что Жанна Хочет что-то Сделать Что-то записать Но Она сама Песен не писала Я не знаю Как дальше Но в то время У нее не было Ни своих Ни песен Ни текстов И нужно было Придумать Что-то Чтобы Можно было Записать Как ее Репертуар Как ее Альбом И когда Мы с ней Беседовали Вспоминали Жизнь в Москве Начало Восемидесятых Годов И оказалось Что Жанна Гузарова Еще вот До группы Браво И еще до того Как она Стала Известна Она Приехала В Москву Ходила На разные Мероприятия И в том числе На подпольные Концерты Группы Центр В то время Группа Центр Была Одна из Первых Если не Первой Вообще Группы Новой Волны В Москве И Жане Нравились Какие-то Песни Центра Она их Знала По крайней мере Помнила Названия И мы Играли их В концертах Допустим Мальчик в теннисных Туфлях Песни Еще ряд Песен И Появилась Идея Что Записать Альбом Песен Центра Ну то есть Песен Василия Шумова В исполнении Жанны Гузаровой В той же Моей домашней Студии В Лос-Анджелесе В которой Был записан Альбом Тектоника И в альбоме Тектоника Жанна Гузарова Пронимала Участие Как вокалист Мы с ней Стали обсуждать Какие песни Из раннего Центра Можно записать Что-то у меня Было с собой На кассетах В Лос-Анджелесе Вот Так что Постепенно Выбрали Какие-то песни Стали их Записывать А что касается Изменения Текста В песен Вот это Я не помню То есть Я ничего Специально Не менял Может быть Если какие-то Свои собственные Тексты Я восстанавливал По памяти Может есть Какие-то Расхождения Я не проверял Построчно Но вот так Был записан Альбом Жанна Гузаровой «Нантинантис» Кстати говоря Когда дошло Тело до издания Комбак-диска И Нужно было Сделать Обложку У Жанны Был какой-то Ее рисунок Типа Она нарисовала Сама себя И типа Ее автопортрет Она мне показала Я говорю Так давай это И поставим на обложку И так вот Получилась Ее Пластинка Альбом Жанна Гузарова «Нантинантис» С песнями Василия Шумова Я там тоже Сполнил Неск своих песен И все это Мы записали В моей домашней студии Нам помогли Те же практически Музыканты Которые Помогали мне Записывать Альбом Тектоника Вот это Все вышло На компакт-диске На моем Лейбле Который я организовал Лос-Анджелесе Под названием Лава Продакшнс Вопрос Какие из Многочисленных Поименно названных Персонажей Ваших песен Имеют за собой Реальных людей В частности Дядя Витя Боевая Наташа Голубенький Рома Из альбома Голиузский Василек Потусторонний шофер Володя Без огласки номеров И прав Конечно же Ирка Из песни Смутное пятно Неизвестно чего Толик Из песни Хорошие люди И профессиональные Иностранцы Майкл Сьюзи И Алексеев Ответ Я бы сказал Что это скорее Собирательные Образы Но Они имеют Свои Подоплеки Реальных людей Людей С которыми Я учился Рос Играл Хоккей Играл Концерты Которые Были Участниками Разных Разных Подпольных Подкаст Центр Сегодня Ответы На вопросы Запись Происходила 31 октября 2024 года Большое спасибо Всем Кто прислал Вопросы Кто интересуется Творчеством Группы Центра Василия Шумова Присылайте И в будущем Хорошо Сформулированные Вопросы По темам Альбомов Группы Центр Альбомов Василия Шумова Что происходило С Группой Центр Людей С которыми Общалась И пересекалась Группа Центр И мы Обязательно Сделаем Подкасты На основе Ваших Вопросов Если У вас Есть Вопросы По теме Подкаста Трамвайное Депо О творчестве Группы Центр Вы можете Их Присылать На почтовый Адрес В Трам Депо Собака Джимейл Точка Ком С вами Был Василий Шумов Подкаст Трамвайное Депо Спасибо За внимание Всего Наилучшего И до новых Встреч В Трамвайном Депо